Вымышленное закрытие первой поликлиники, что на московском шоссе 92, вызвало резонанс среди жителей Ульяновска. Филиал центральной клинической медико-санитарной части продолжит свою работу. Накануне эту информацию подтвердил губернатор. О том, что стало причиной слухов, расскажет Екатерина Лазарева. Как только в интернет-пространстве появилась информация о закрытии первой поликлиники, ложные сведения стали яблоком раздора. Впрочем, серьезных поводов для беспокойства нет, хотя и без проблем не обходится. В этом году автомобильный завод провел тендер на заключение соглашения о проведении профилактических осмотров. Конкурс выиграла частная организация «Медпрофи». Чтобы вы понимали, начиная с 2013 года, это как минимум, профосмотры ежегодно проводились на территории нашей поликлиники номер один. Для этого мы имеем все необходимые ресурсы. У нас там работает флюорограф, рентгенологический аппарат, стоматологические установки, УЗИ-кабинет, забор крови, лаборатория и кабинет процедурный в том числе. При таких условиях медучреждение лишается дополнительных средств, а это 7,5 миллионов рублей. Но и это не единственная проблема. Автомобильный завод поднял арендную плату. Это еще 4 миллиона расходов. Ситуация складывается таким образом, что мы будем вынуждены в соответствии с необходимостью экономики заключать договор с другой компанией. По поводу арендной платы, о чем сказала Леонид Анатольевна, у нас сейчас действуют старые тарифные ставки арендные. Решения по увеличению пока не приняты. Это наш мутерний вопрос. Леонид Анатольевна будет обсуждать данный вопрос. Ситуацию вынесли на обсуждение депутатов законодательного собрания. Первый заместитель председателя Василий Гвоздев отметил, что руководству учреждения необходимо прийти к компромиссу. Повышение арендной платы неблагоприятно отразится на деятельности поликлиники. Чтобы по вопросам расширения вариантов сотрудничества в медицинской части, Администрация Ульяновского автомобильного завода нашла варианты дополнительного сотрудничества, которые привели бы к загрузке медицинской части УАЗ, первой поликлиники, в 2019 году. Но точку в ситуации поставил губернатор. На совещании с главными героями этой резонансной ситуации он отметил, что закрывать поликлинику нельзя. В свою очередь руководство медпрофе пошло навстречу. Если организация невольно стала поводом для раздора, то она готова уступить. Естественно, мы как социально-ориентированная компания не можем допустить развития такого события, быть провоцирующим фактором. И мы добровольно отказываемся от раненаправленных предложений в УАЗ и заключения договора на проведение всех вышепричисленных услуг. В ближайшее время автомобильный завод объявит новый конкурс. Губернатор отметил, что теперь поликлинике нужно сделать все возможное, чтобы составить конкуренцию другим медицинским организациям.